Опустевший лесоповал, как война, влияет на производство древищи. Здравствуйте, сегодня четверг, 25 мая, с вами Максим Блант и свежая новость дня. Российские заключенные по результатам 22 года резко, почти на треть, снизили заготовку леса по сравнению с предыдущим 21 годом. Тем не менее, Федеральная служба исполнения наказаний, или ФСИН, осталась в десятке крупнейших российских производителей древесины и пиломатериалов, хотя и сползла с восьмого на десятое место. Эти данные приводятся в исследовании государственной лесоучетной организации Рослесинторг. Причин резкого падения заготовки леса называется несколько. Это и действующий с начала 22 года российский запрет на экспорт круглого леса. Мера должна была стимулировать деревообработку внутри России. Но началась война, и с июля вступил в силу уже европейский запрет на импорт из России древесины. Темпы заготовки леса сократились и у других российских производителей. В целом по отрасли падение составило 13,5%, но 13,5% это все-таки не ФСИНовский 31%. Основная причина резкого падения масштабов леса по вала российскими заключенными лежит на поверхности. Всю вторую половину 22 года значительная часть российских зэков была занята совсем другим делом. По словам главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина он набрал в российских колониях около 50 тысяч человек. Те, кто не погиб под Бахмутом, в места лишения свободы не вернулись. В результате число заключенных в России сократилось на 33 тысячи человек, хотя меньше сажать не стали. Как следует из судебной статистики, в 22 году было вынесено 165 700 обвинительных приговоров, предусматривающих лишение свободы, а в 21 году почти на 10 тысяч меньше. Производственные результаты ФСИН занимаются заключенные не только лесоповалом, но и выпускают шпалы, пиломатериалы, сборные деревянные бани, мебель, многочисленные столярные изделия. Так вот, эти производственные результаты уменьшенная модель всего того, что происходит со всей российской экономикой. Выпуск бань и заборов сократился. Люди, которые всем этим занимались, переключились на разрушение. Причем их еще необходимо обеспечить оружием, обмундированием, патронами, снарядами, транспортом, горючим, продовольствием. Для производства и доставки всего этого к месту боевых действий тоже нужны люди и ресурсы. Министерство обороны, конечно, все оплачивает. Федеральный бюджет тратит столько, сколько тратясь не тратил. Поэтому с точки зрения ВВП, который считается в триллионах рублей, ничего радикально не изменилось. Вот только шпал и досок стало сильно меньше. Чтобы загрузить простаивающие мощности, необходимо найти источник рабочей силы. Российские власти, конечно, стараются. Маховик политических репрессий начал раскручиваться. Но, во-первых, вербовка заключенных продолжается. А во-вторых, чем больше россиян отправятся в места не столь отдаленные, тем меньше останется работников на предприятиях, которые взаимодействуют с персоналом более традиционным способом. Еще неизвестно, что хуже. Обвальное падение масштабов лесоповала или еще более острый дефицит кадров во всей остальной экономике. На этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи!